В любом случае, вы меня посадили в тюрьму. Информаторы — это пешки для ФСБ. Я сглупил и поверил. Вас сажают на паранойю с самого начала. С огромной волной эмиграции пойдет огромная волна информаторов. Даже вот пример моего отца. Он 36 лет отслужил в армии. И что? Ничего. Умер и умер. В начале этой недели на «Медузе» вышло интервью с вами, материал о вас под заголовком. Пускай все знают, что я агент. Наверное, не самое простое решение было. Почему вы его приняли? На самом деле, это частично было личное решение. Как для себя может быть реабилитация. Но, как я на данный момент понял, никакой реабилитации речь не может быть. И поэтому, скорее всего, главной причиной я могу назвать только то, чтобы... Это опыт. Этого, по крайней мере, прецедента к подобному я лично не знаю. Да и мои друзья тоже. И как мне кажется, это интервью определенно должно как-то помочь в позиции, сделать определенные выводы. Пусть даже если меня будут считать предателем, трусом всю мою оставшуюся жизнь. Давайте, так как история все-таки немножко запутанная, попробуем тезисно пройтись, чисто событийно. Значит, в 2019 году вы вступаете в ЛПР, Либертарианскую партию России. Вам на тот момент 16 лет. Почему 16? В 19 мне было 17, и я получил сторонника. Вступил в партию я в 20-м году, уже получил статус членства на следующий день после своего дня рождения, когда мне ровно исполнилось 18. А, все, поняла. В 2021-м вы попадаете на массовый большой митинг, правильно? Через несколько месяцев после этого к вам в квартиру, где вы жили с мамой, приходят силовики, проводят обыск, и оттуда вас забирают в отделение. В отделении вы встречаете вашего однопартийца, и выясняется, что он майор. Это роман «Подборонов». Там вам, собственно, рисуют перспективы, что тюрьма весьма реальна, и предлагают сотрудничество. Вы на это сотрудничество соглашаетесь, но старайтесь сделать все так, чтобы особо не навредить и своим, и при этом как-то обеспечить свою безопасность, не попасть в тюрьму. В какой-то момент вас командируют уже в Грузию с заданием следить за россиянами, которые сюда переехали. Вы берете определенную сумму денег, переезжаете сюда, при этом до этого, да, вы уже открылись своим, рассказали о том, что работаете информатором, и здесь уже вы, якобы, посылаете отчеты, и с начала войны в Украине вы просто перестаете выходить на связь с органами. Все правильно? Да, все верно. Хорошо, это тезис. Когда вы открылись вашим однопартийцам, какое, во-первых, вы помните, какое это чувство было, как вы решились на это, сложно это было, как они это восприняли? Мне было страшно, правда, то, что доверился ли я тому человеку, или этот человек уже так же, как и я, работает, потому что, правда, вас сажают на паранойю с самого начала и твердят вокруг то, что все враги. Конечно, там можно рассуждать долго, глупо это, верить, или еще что-то, но факт остается фактом, я поверил. Я сглупил и поверил. И, правда, было сложно, но у тебя либо два варианта, либо ты открываешься своим, и пусть там у тебя будет изоляция, опять же, нападки какие-то со стороны своих, либо ты дальше работаешь и понимаешь, что это не соответствует твоим принципам, которые были до вербовки. Естественно, вариант быть изгоем, но быть честным с собой намного лучше для меня звучал тогда. И я сказал себе, то есть, если, либо я рискую сейчас, если этот риск не оправдывается, ну, меня посадят в тюрьму. В любом случае бы меня посадили в тюрьму. Информаторы — это пешки для ФСВ. Когда они становятся ненужными, их просто убирают. Сажают нам или, не знаю, могут вообще ничего не сделать, но я не хотел играть в эту лотерею. Удалось ли вам вернуть их доверие вообще? Можно рассчитывать на то, что это до конца может произойти, возвращение доверия? Я тогда позвонил Ване Чинарову с другого. Ну, мы связались в секрет-чате, и он уже знал. То есть он подозревал, как он впоследствии говорит, но с облегчением это воспринял, то, что я не оказался козлом. То же самое он и сказал Медузе. Касательно полного доверия, ну, наверное, Ваня, да, там, доверяет мне. Ну, я не уверен, что полностью, на всякий случай, чтобы не то, что себя подставить, потому что он боится за свою шкуру, а чтобы не подставить других. Я не рассчитываю на полное доверие. Да и, как бы, все равно. Я, правда, я сделал то, что считаю должным. Как дальше повернется, это уже, ну, посмотрим. Я не могу предсказывать, к сожалению, будущее. Какую информацию от вас ожидали в ФСБ? То есть, прося вас следить за россиянами, приехавшими в Грузию, чего они ждали? Какого рода информацию от вас? У них уже была определенная информация, которую я точно никак не мог добыть. Намного выше то, что мне ставилось. Правда, первое задание, это было по командировке, мне говорят, что если тебе понравится, пошлем с больно нормальным заданием. Мне сказали посвятить лицом, поговорить с такими-то, такими-то людьми, чтобы они меня запомнили, приняли. Они аргументировали это тем, что вот эта вот оппозиционная тусовка, которая сейчас сложилась в Пилиси, это так называемые крепкие скрепы, которые пройдут всю жизнь. Как они мне это аргументировали? Это еще было до войны, когда массовый приход россиян в Грузию, ну его просто не было. Поэтому они рассчитывали так. Впоследствии у меня были там то, что бары скинуть, в которые ходят иммигранты, и, по-моему, еще... Ну и поговорить там с другими людьми, с которыми до этого задача не ставилась. То есть если изначально мне сказали, вот у тебя есть Ярослав Конвей, председатель ЛПР, то впоследствии мне говорили другую еще фамилию, с другим человеком поговорить. Его имя я не хочу сейчас, правда, разглашать. После интервью в Медузе с вами кто-нибудь связался из российских органов? Была какая-то реакция? Нет. Да я думаю, на самом деле, есть вариант то, что они вообще не будут трогать ни меня, ни моих родственников. Мне там, допустим, просто поставят статус информатора поглотила преступная сеть, а мою мать с обысками... Ну, к моей маме с обысками не придут, и ее вообще никак не будут трогать, даже у вас не с работы просто, чтобы... Не знаю, может, у них своих дел больше, а может дискредитировать меня, тем самым доказав то, что я до сих пор работаю, с их точки зрения. А могут нападки начаться буквально завтра, через неделю, через месяц. Я не знаю, правда. Но пока ничего от них не было слышно. А после того, как вы перестали им отвечать и выходить на связь, ну, то есть они как бы не пытались каким-то образом надавить на вас или выйти как-то по-другому на связь или через кого-то? То есть вы перестаете выходить на связь, и они тоже перестают как бы пытаться до вас достучаться, как это было? Единственное, что я знаю, у меня уже два телефона. Один телефон я приобрел в аэропорту, который сейчас является основным, чтобы... Ну, он совершенно чист. И второй телефон, на котором я держал с ними связь. И вот на втором телефоне как раз-таки они спрашивали, там, где я, что я. Я не знаю, может, какое-нибудь людное место, в какой-нибудь бар, где я сидел, приходил какой-нибудь такой же информатор, чтобы проверить, что со мной. Но конкретных действий они не предпринимают. Просто вот в переписке спросить, что со мной. Много ли в Грузии сегодня информаторов разного ранга, да, возможно? То есть насколько велико влияние российских спецслужб в Грузии сегодня? То есть так ли страшен, чёрт, как его умолюют? Я знаю ещё одного информатора, который уже дал западным интервью, западным СМИ своё интервью, рассказал свою историю. И я думаю, то, что в каких-нибудь высших органах власти оппозиции в Грузии сидят определённые информаторы, потому что перед самой отправкой у меня проходил брифинг, и мне говорили конкретные тезисы, то, что вот это, вот это, вот это и существуется. Впоследствии сами люди, с которыми я общался, которые знали мою историю, они говорили то, что да, такое есть. И я понимаю то, что скорее всего в каком-нибудь организации Free Russia сидит дофигища ребят. Ну или хотя бы один, который очень хорошо втиснулся. Конкретные имена, к сожалению, мне правда неизвестны. Да, просто хочется понимать, ведь у нас с начала войны в Украине и до этого была довольно большая волна эмиграции из России, в том числе в Грузию, а после войны в Украине так вообще очень много россиян стало приезжать. И одни из тех опасений, которые, безусловно, существуют в грузинском обществе, связаны именно с этим, что, возможно, вместе с теми россиянами, которые бегут от режима, будут приезжать люди, которые будут осуществлять какую-либо работу, которая может навредить в том числе государственным интересам Грузии. И хочется понимать, так как вы были вхожи в эту всю систему, насколько велика эта опасность. Я, правда, не могу оценить риски, но я уверен, что с огромной волной эмиграции пойдет огромная волна информаторов. если у ФСБ, конечно, на это сейчас есть ресурсы в связи, естественно, с войной в Украине. Попав в эту систему однажды, реально от нее избавиться навсегда? Или это ощущение, какая-то напряженность, какой-то страх, возможно, даже без каких-либо действий с их стороны? Я думаю, страх определенный останется, но какой-то минимальный. Мне, не знаю, это можно назвать повезло, то, что я буквально информатор, который вот такой вот пешка, и я не думаю тоже, что за мной будут посылать чеченцев, которые меня будут выхватывать из Грузии, отправлять в Россию, похищать или еще что-то сделают. Единственное, правда, беспокойство — это за родственников и близких, которые остались у меня в России. Можно ли самому лично как-то от этого избавиться? Я думаю, нет. История, на самом деле, завершилась в конце февраля. Просто вот 11 июля она была опубликована на массовую аудиторию. Большинство людей, которыми находились в политической тусовке, тпилиси, это уже знали. Они знали эту историю. И вот, допустим, проходит сколько? Ну, 4 месяца. Я сам себя не могу простить и ни в коем случае не требую, чтобы меня простили другие. Мне, конечно, было приятно видеть то, что после интервью там мне кто-то доверяет, высказывал свои поддержки, но правда. Спасибо, конечно, огромное. Это правда приятно, но... Я сделал... Вы поняли, в общем. Что вы можете сказать людям, которые предположат, что вы открылись именно для того, чтобы остаться агентом, для того, чтобы за счет этого признания войти в доверие к кому-либо и так далее. Вы понимаете мысли? Что бы вы могли им ответить? Как вы можете аргументировать свою позицию в этом случае? Посмотрите на меня, пожалуйста. Мне 20 лет. У меня нет никакого высшего образования в этой сфере. Я буквально учился в гражданском вузе. Зачем? Просто вот 19-летнему пацану ради чего? У меня нет денег. Я живу на грани нищеты сейчас, допустим. То есть у меня денег хватает притык, и я, в принципе, не жалуюсь на самом деле. То есть просто взгляните на мою жизнь. Разве вот так вот должен находиться информатор высокого уровня? Потому что вот эти все действия с информатором низкого ранга я не думаю, что были возможны. Тем более я не хочу вступать ни в какую политическую организацию, и чем меньше политических, скажем так, известных политических личностей или малоизвестных, хотя в узких кругах людей будет со мной общаться, мне будет легче. Потому что это, во-первых, для меня означает то, что вот, я не пытаюсь с ними общаться, грубо говоря, скорешиться, я просто хочу прожить дальше. мне нужно проработать вот то, что сам факт, то, что я вышел оттуда. Я правда не знаю, какую аргументацию можно привести, если человек уже уверен, что это просто, не знаю, ширма, за которой прячется дальнейшее выполнение заданий здесь в Тпилиси. Ну, как я смогу его переубедить? Просто, наверное, живя и не делая дурных поступков. Ну, эта история, она ведь круто изменила вашу жизнь. Вы думали о том, какой бы была ваша жизнь, если бы все это не произошло, когда там в 2019-м и в Сусусе? Если бы не это, если бы не вот этот один какой-то шаг и потом все, ведь как снежный ком уже получается. Думаю. Где бы вы были сегодня? Ну, точку невозврата я считаю конкретно допрос, на котором я дегеративно повел себя. Ну, максимально ужасно. Это слабость, причем человек, который шел специально в политику, проявить настолько низкую слабость, это ужасно. Вот это вот точка невозврата. Как минимум, затрусь, я сам себе, правда, мне все равно на прощение, что думают другие сейчас по этой ситуации, выгоди просто, пожалуйста, опыт, а иди с миром. Не трогай меня, пожалуйста, вот у тебя есть ситуация, ты ее берешь, рассматриваешь, что с ней не так, какие ошибки я допустил, анализируешь их, понятно, что это какие-то, даже если базовые ошибки, все равно посмотрите на историю, с ней, правда, можно сделать что-то, хотя бы, не знаю, в те же организации принимать людей, просматривать по глазу Богу или еще что-то. Я себя сам не смогу простить. А вот это публичное признание, оно не помогло, не отпускает? Нет. А что должно произойти, чтобы вы себя в ростиле? Время должно пройти. И все. Да. Наблюдая за целым политической ситуацией в России сегодня, есть очень много вопросов, да, касательно войны в Украине, касательно того, как повелось себя общество в своем большинстве, наверное, российское, от которого поначалу очень многого ждали, очень многие ждали. Даже Зеленский не раз обращался именно к россиянам, не к Путину, там еще к кому-то, ну, то есть к нему он тоже обращался, но он обращался именно к россиянам, которые массово не осудили происходящую в Украине войну. Идя в политику в таком юном возрасте, ну, юном все-таки, наверное, почему вы туда шли? Отец. Моя личная причина, почему я здесь, почему я пытался. Ну, а так, господи, наверное, ты так же видишь несправедливость. Даже, вот, пример мой отца, он 36 лет отслужил в армии. И что? Ничего. Умер и умер. Вы верили, что можно что-то изменить? Что, будучи молодым, энергичным, целеустремленным, имея единомышленников рядом, что действительно можно что-то поменять? В 21-м году на митинге. Первый митинг, вот до митинга, допустим, Навального тогда еще не посадили, вот, только заезжали в аэропорту. И тогда казалось, ну, вот, вот, вот что может еще произойти, чтобы как-то хотя бы даже хотя бы маленькое, но поменять? Чувствовался какой-то шанс в воздухе, вот, то, что вот сейчас вот что-то изменится. Изменилось, но не туда, куда мы хотели. После первого митинга я понял, что вот то, что мы сейчас делаем, занимаемся, вряд ли поможет. На второй митинг почему я вышел? Я координатор группы, я не могу бросить своих. Кто вместо меня туда пойдет? Там особо желающих не было, меня вот так же предъявляли, как тебя вообще координатором назад, да по ошибке. Ну, вот так вышло просто, спросили, спросили, кто хочет стать координатором, я поднял руку, услышал то, что, ну, первую группу, услышал про первую группу, хотел туда вступить, меня спросили потом, кто знает хорошо город, и у кого есть, там, более-менее понимание, как руководитель, я получается. И желающих было немного, а на втором митинге вообще было меньше людей, из координаторов, там никого не осталось, кроме двоих людей. Движущая сила протеста, это всегда молодежь, это студенты даже, вот эта вот часть общества, наиболее активная, наиболее сильная, наиболее такая, может быть, немножко даже грубая, да. Где сегодня российская молодежь? Протестная? Ну, которая в силах, возможно, что-то поменять, ну, которой были силы и желание что-то менять, где, где она? Сил у нас не было, желание было. Я уверен, что желание остается даже у тех людей, кто не выбрал вынужденную иммиграцию, до сих пор остается в России, и те, кто выбрал вынужденную иммиграцию. Проблема в том, что молодежь, как мы, как молодежь, следуем за теми людьми, за которыми следуем, и вся политика российская. Вы заходите в российский твиттер? У нас нет оптимения. Мы просто разрозненные группы каких-то маленьких клочков идеологий. Русские, они, мы буквально ненавидим друг друга за разные причины. Почему? Почему мы не пытаемся договориться даже сейчас? Да, есть какие-то прецеденты, когда в одном баре там собираются либертарианцы, леволибералы, и там националисты, и консерваторы, я не знаю, еще центристы, коммунисты, и все нормально друг с другом общаются и болтают. Заходишь в твиттер, они уже поносят друг друга. То, что не, так неправильно. Вот пример, мне очень нравится пример белорусов. У них есть Тихановская, которая, я не знаю, я могу ошибаться, это со слов моего друга белоруса. Он говорит то, что она просто как лидер, она придет и проведет честные выборы. У нас сейчас лидеры, которые хоть что-то более-менее пытался делать в тюрьме, все, кто остались в России, вот, например, сегодня новость про Илья Альяшина. Человек, который в российской оппозиционной политике там с нулевых годов, насколько я знаю. Но будем надеяться, что все с ним будет хорошо, но вы же сами понимаете, какие шансы. И эмиграция, допустим, когда после войны люди сюда начали приезжать, я сам этим решил, то, что вот, я там настрадался, а вы просто релаканты из Икеи сюда переехали. Это ненормально. Как только у нас появится как только не то, что появится, как только мы найдем вот эти точки соприкосновения и общее, может, тогда что-то, но политически вот эти розни, игры нужно оставить на потом. А где эта точка может быть, вот эта точка, которая может объединить людей? Мы точно нашли одну точку это война, когда на самом деле огромное количество русской, не только молодежи, представители разных возрастов в эмиграции и не только помогали украинцам просто выехать из-за этой войны мирным жителям, детям, старикам, женщинам. Это была правда классная инициатива. Но война также разделила, допустим, у нас часть оппозиционных политиков, которые находятся сейчас в России и которые поддерживают войну. Расскажите, да, все-таки, как вам живется в Грузии? Чувствуете ли вы здесь себя в безопасности? Как вам здесь? Чем занимаетесь? Живу, работаю. Правда, мне нечего сказать. Ну, вот недавно один из родственников приезжал ко мне. Мы сели поговорили, приятно было, погуляли по городу. Но после интервью то ли это уже у меня в голове что-то не так. Но я начал ловить на себя какие-то косые взгляды. Вы сами понимаете, немножко, но господи, это меньше, что меня на самом деле заслуживает. На улице? Спокойно. Да не, на улице. Приходят просто какие-то русскоговорящие люди, естественно, оппозиционно настроенные. Видите, а, понятно. Но, правда, мне здесь спокойно, я не переживаю за то, что меня могут вызвать. Если хоть что-то будет намекать мне на то, я уеду. Так у меня как раз-таки наверное будет вопрос от кого-то собираясь ли я получать по-вид убежище. На данный момент нет. Опять же, я уже говорил на инсайдере, это может интерпретировать то, что вот он продолжает выполнять задания в Грузии. Говорите, как хотите. Люди, которые не доверяют в некоторых допустим чатах, которые имеют политическую направленность, я остался, потому что, скажем так, глава тех или иных групп, ну, заметь. Мне еще, я может быть даже, я уеду из Грузии, в любом случае уверен, что куда-нибудь в Европу, но не сейчас. Мне в Грузии надо сейчас сделать то, что не касающееся политики, а конкретно вот моей личной цели, чтобы хоть как-то вывести свою жизнь на более благоприятном времени. Есть опасения, что вы еще очень долго не сможете попасть в Россию? Конечно. Я, когда сюда только приехал, ставил 10 лет. сейчас не знаю вообще ли вернусь. Очень надеюсь. Я, правда, если там в России что-нибудь случится, если на моей родине что-то произойдет, что родина готова будет принять, да, я при первой возможности туда возвращаюсь. А вот это ощущение, что ты не можешь вернуться к себе домой, в свою собственную квартиру. Я справился в жизни. К этому привыкаешь, к этому можно привыкнуть. К сожалению, да. У тебя, конечно, бывают вот эти вот бзики, когда ты думаешь о доме, как тебе было хорошо, про котов, господи, пока там скучаю, про матери, родственникам, друзьям, которые там остались, которые вообще не политические, им как бы до пени. Благо есть на интернете. Отвела желание заниматься политикой в той или иной степени или, может быть, наоборот. Я не буду сейчас искать себе политические занятия. Пусть за меня решают другие сейчас. Если кому-то понадобится моя помощь, я смогу поделиться опытом, я готов. Я об этом говорю везде, всем. Если я хоть как-то могу вам помочь, обращайтесь. -пусть. Спасибо за субтитры Алексею